МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Петербургский экономический форум для Рязанской области обещает стать самым результативным. Взгляд со стороны. Исполняющий обязанности мэра выступил с докладом перед депутатами. Молл юрского периода. В Рязани настоящее нашествие динозавров. Братские гастроли. Артисты Луганского театра привезли в Рязань бабий бунт. Петербургский экономический форум, похоже, станет одним из самых результативных для экономики Рязанской области. Губернатор Павел Молков уже подписал целый пакет соглашений, по которым, например, в регионе создадут новые предприятия для производства продукции для дорожного и жилищного строительства или развития производства лекарственных препаратов. А еще с правительством Москвы заключен договор о совместном создании одного из 11 центров проектирования производства испытаний беспилотников. Подробности далее. Федеральный фонд развития промышленности – один из ключевых партнеров правительства Рязанской области. Он поддерживает промышленные предприятия региона, в том числе в значимых инвестиционных проектах. На этот раз речь зашла о собственном производстве лекарств. Например, специнвестконтракт предприятия «Скопинфарм» предполагает производство шести готовых лекарственных препаратов, а также средств диагностики для выявления и лечения онкологических заболеваний. Сейчас у нас действует большой фарм-кластер. Недавно приезжал Михаил Владимирович Мишусин. Мы ему как раз представляли работу этого фарм-кластера. И за прошлый год у нас производство выросло двое. В этом году мы ожидаем такой же динаминки, может быть даже более высокое. А вот реализация новых проектов позволит нам быть еще на более высокие уровни. Ну и плюс закрыть те необходимости в нашей стране, которые сейчас до сих пор закрывали столько лекарств. Каждый пятый наш заемщик, это по рекомендации региональной власти, вы очень хорошо знаете об инструментах фонда развития промышленности. Я признателен за то, что ваши предприниматели поднимают руку вверх и говорят, я готов делать шаг в свою работу. На встрече с протеереем Александром Ткаченко, председателем правления фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра», губернатор Рязанской области предложил проработать дополнительные меры поддержки и реабилитации таких ребят. Новое соглашение региональных властей с фондом будет этому хорошим подспорьем. За прошедшие два с половиной года работы фонд инвестировал, приобрел лекарственные препараты для детей в Рязанской области на сумму 961 миллион рублей. Но мы о деньгах не говорим, деньги не являются никаким показателем. Самое главное, что как только в регионе появляется ребенок с орфанным заболеванием, он готов на средстве предоставить ему лекарства и врачей в жизни. Прекрасно понимаем, что если человек болеет, то и вокруг него целая ячейка общественная, она зачастую оказывается отрезана на целой жизни. Мы должны сделать все для того, чтобы как раз предоставить им такую возможность. Благодаря вам у нас такая возможность появляется. Поэтому будем работать, мы готовы на любые новые идеи, предложения, инициативы. Еще одно важное соглашение Павел Малков подписал с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Рязанская область вошла в число 11 пилотных регионов, где создаются центры проектирования производства испытаний беспилотных авиасистем. По словам рязанского губернатора, проект получит дополнительный импульс, используя возможности аэрокосмической инновационной долины. Рязанский предприниматель уклонился от уплаты налогов на сумму более 48 миллионов рублей. Об этом сообщают в Следственном комитете. Подробности, ставшие уже классической схемой, в нашем следующем материале. Фиктивные сделки ложной налоговой декларации. Дело с таким классическим набором попало на стол следователем. Подозреваемый – местный предприниматель. Все произошло в период с 2018 года по 2020. На бумаге это была покупка товаров, но в действительности ничего не поставлялось. А налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за это время в ФНС подавали. Цитата с заведомо ложными сведениями. В результате данных действий подозреваемого предприятие не исчислило и не уплатило НДС и налог на прибыль за 2018-2020 годы на сумму более 48 миллионов рублей. В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе Российской Федерации. В общей массе, по статистике МВД, количество экономических преступлений по России снизилось. Самый большой процент, около 40 – это преступления против собственности. Большая часть из них связана с мошенничеством. Около трети всех нарушений выявлено в сфере экономической деятельности. Большая часть из них – взятки. В коммерческих же организациях основной процент – коммерческий подкуп. Депутаты Рязанской городской думы приняли отчетный доклад за прошлый год от исполняющего обязанности мэра Рязани Виталия Артемова. Как заявил городоначальник в 2022-м, бюджет Рязани по доходам был исполнен с превышением на 2,4%. Доходы составили 18,5 млрд рублей, расходы – 18,7. Более четверти всех расходов пришлось на дороги и жилищно-коммунальное хозяйство. Остальные цифры в нашем материале. Основные показатели бюджета Рязани с приставкой «плюс». В прошлый год применительно к первоначальной редакции казна прибавила почти 5 млрд. И городские власти нашли им применение. 63% всех трат – это социальная сфера. В 2022-м году бюджет по доходам был исполнен с превышением плановых назначений на 2,4%. Доходы составили 18,5 млрд рублей, в том числе межбюджетные трансперты – более 12 млрд рублей. Из них 5 млрд рублей – это субвенции на реализацию общеобразовательных программ. И более 1,5 млрд рублей – это субсидии на ремонт и строительство дорог. Собственные доходы – 6 млрд 300 млн рублей или 109% к плану. Четыре нацпроекта в орбите интересов городских властей получили основной приоритет. В совокупности здесь было потрачено около 3 млрд 300 млн рублей. По нацпроекту образования уже построена и открылась новая школа номер 76 в микрорайоне Кольное. Началось строительство детского сада на 224 места. Дальше – больше. В 2023 году будут введены в эксплуатацию два детских сада – это в микрорайоне Кольное и Семчино. Завершена реконструкция первой школы и детской школы искусств номер 5 Поревск. Также на территории 58 школы будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию школы в микрорайоне Семчино и Олимпийский. Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Торпмаш. По нацпроекту «Культура» созданы три модельные библиотеки, отремонтированы помещения, приобретены мебель и оборудование, обновлены фонды. Открыта новая библиотека в военном городке Дягилева. Почти миллиард рублей городские власти направили в сферу дорожного благоустройства. Увеличились объемы дорожного ремонта. Общая протяженность отремонтированных дорог – 47 километров. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» завершены ремонты 10 дорог по двухлетним контрактам 2021 года и по 16 участкам выполняется работа по контрактам 2022-2023 годов. Еще 10 участков отремонтированы по годичным контрактам 2022 года за счет дополнительных средств областного и городских бюджетов. В этом сезоне денег на ремонт дорог будет больше примерно на 150 миллионов рублей. Поселки Качево, Мордасово, улица Семчинская и Магистральная – основные направления. По линии благоустройства дворовых территорий в прошлом году работы выполнены в 62 дворах. В этом по такой же схеме отремонтируют еще 53. Масштабно в 2022 году городскими властями были благоустроены 5 общественных пространств. Лесопарк, парк имени Белякова, зеленая зона дубовая роща «Вишневый сад», «Гвардейский сквер» и «Лыбецкий бульвар». А еще в прошлом году были сохранены все дополнительные меры помощи нуждающимся гражданам. Все земляные работы на Первомайском проспекте завершены. Ремонт идет с опережением графика, заявил заместитель главного инженера РМБТС Олег Кулешов. Погода пока благоприятствует, поэтому на участке работы спорится. Первомайский проспект в Рязани в стадии активного ремонта. От моста и практически до площади Победы масштабные траншеи. Впрочем, так будет недолго. Объем работ понятен, материалы уже готовы, причем отечественные. Сейчас приступили к подготовительным работам. Это сваривать трубы между собой, чтобы потом, у нас же будет всего две недели отключения горячей воды, мы отключим и подрядчик сразу начнет опускать трубы, чтобы не задерживать отключение горячей воды. Так что на данный момент мы идем с опережением графика, все уже откопано и сегодня мы начнем копать в сторону моста. Сегодня в ночь. Длина участка примерно 750 метров. Всего уложат полтора километра труб в два ряда. Стоимость первого этапа 100 миллионов. Много разговоров было по изменению транспортной схемы, но пока что большинству автолюбителей добросовестно сворачивают в объезд. Все предупреждающие знаки на месте, включая вот этот кирпич. По выделенной полосе ехать могут только автобусы, об этом уже не раз говорилось, в том числе и нами. Вот только тех, кто пытается проскочить в наглую, все больше. Прямо во время съемок таких машин мы насчитали с десяток. На дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенных знаком 5.14.1, запрещается движение и остановка других транспортных средств, за исключением школьных автобусов, а также транспортных средств, которые используются в качестве легкового такси. Согласно части 1.1 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушении требований правил дорожного движения влечет наложение административного штрафа в размере полутора тысяч рублей. Срок окончания первого этапа 12 июля. Неудобства для автолюбителей понятны, но ремонт, говорят в мэрии, это вынужденная необходимость. После его окончания аварийность на этом участке будет значительно снижена. Совершенно дикая история произошла в Старожиловском районе. Мать отнесла новорожденную дочь в лес, нашел девочку случайной прохожей. Произошло это 7 июня. Теперь на женщину завели дело, подробности которого в нашем сюжете. Все произошло 7 июня в Старожиловском районе. 19-летняя мать без какой-либо медицинской помощи родила девочку, а после поступила скорее как сказочная злобная мачеха. Она отнесла младенца к ближайшей лесополосе и оставила его там. Плач ребенку услышал местный житель, который гулял неподалеку. Он-то и вызвал полицию и медиков. К счастью, ничего серьезного за это время с малышкой не случилось. В настоящее время девочка находится в перинатальном центре, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь. Мать ребенка на основании ходатайства следователя заключена под стражу. По уголовному делу проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство новорожденной дочери. Свои мотивы она пока никак не объяснила. По статистике, кстати, подобным образом поступают около 1% матерей. Часто заявления пишут прямо в роддоме. Цифры действительно неприятные. Каждый год в России на произвол судьбы родители оставляют от 50 до 70 тысяч детей. Концерт, выступления кинологов, выставка оружия и полевая кухня. В Центральном парке культуры и отдыха состоялся праздник «Горжусь тобой, моя Россия». Организатором мероприятия стало Рязанское управление ФСИН. Способные задержать одного преступника в общении даже с самыми маленькими, они добрые и дружелюбные, поэтому все желающие смогли поиграть с овчарками. Для врагов она, а для друзей она доброе животное. Любой человек может погладить. А когда надо, она применит свои зубы, видите, какие круги огромные, и задержан. Большой интерес гостей праздника вызвала выставка оружия и оборудования спецназа. Ребята фотографировались в касках и бронежилетах, разбирали и собирали оружие. Очень много вопросов задают по тактико-техническим характеристикам нашего оружия. Всем интересно, потому что в свое время каждый мужчина служил либо в правоохранительных органах, либо служил в армии. И поэтому всем интересно. Подходит и старшие поколения, вспоминают свою службу. Все очень интересно. Сравнивают свои годы, свое оружие, каким пользовались, и которое сейчас находится на вооружении нашего подразделения. На сцене Зеленого театра выступил заслуженный артист России Сергей Зверев и его творческая группа. Они исполнили песни отечественных композиторов. Мы должны более консолидироваться, объединяться и быть вместе. Вот это и есть праздник. И сегодня, видите, вот почему я здесь сегодня, на этой Рязанской земле, потому что я с 80-го года работаю с концертной программой в Овсине. Мы выступали здесь уже раз в 50, наверное, в Овсине, по всем колониям. И это как бы родная земля уже, вот такая родная, исконная. Это каждая колония, я знаю, даже вот сейчас вот на вскидку, если сказать, пятая колония, Фатулаев, я даже, да, понимаете, вот на вскидку. Я ничего нигде не сговариваю с вами. И все, тем более замечательный начальник пришел здесь, руководит Комков Александр Павлович. Более тысячи рязанцев попробовали настоящую солдатскую кашу. Сотрудники УФСИН развернули в парке полевую кухню образца 48-го года. И как только на улице запахло угощением, к ней выстроилась очередь из желающих подкрепиться исторической кашей, сладким чаем и ароматным хлебом. За несколько часов съели около полутора тысяч порций. Кухня полевая КП-2 образца 48-го года. Имеет она два котла, один емкостью 75 литров, второй 125 литров для приготовления первого и второго блюда, а также горячих напитков. Праздник весь хороший, посмотрели, будет технику с детьми, попробовали полевую кухню, все понравилось, весело, хорошо. Попробовали кашу военную. Очередь отстояли, да? Отстояли. Да, ну интересно представлены, кстати, бронемоавтомобили, оружие, это очень даже интересно. Дети сразились на импровизированных мячах с историческими героями, поучаствовали в мастер-классах по рисованию и лепке. В общем, праздник получился на славу. В рамках больших гастролей артисты Луганского театра на Оборонной выступят в Тамбове, Рязани, Владимире, Арзамасе и Нижнем Новгороде. Открылись гастроли на сцене Рязанского театра драмы, музыкальной комедии Евгения Птичкина «Бабий бунт». В этой яркой, динамичной истории по мотивам донских рассказов Михаила Шолохова и любовь, и интрига, и юмор, и стрельба, и цыгане, и лирика, и, конечно, «Бабий бунт». Действие разворачивается в одной из казачьих станиц на берегу Дона. Казаки здесь живут весело и вольно, пьют, гуляют, молодые за девушками бегают, а более опытные жен поколачивают. А казачки все терпят, пока не возвращается в станицу из города Настя, ученая, стриженная, красной косынкой повязанная. Научила она женщин грамоте и рассказала, что теперь все равны. Революция не только для мужиков делалась, так что теперь не то, что жену, и лошадь бить нельзя. Казачки, по их же словам, прозрели и воскресли, и решили уйти от нерадивых мужиков на другой берег Дона. Поначалу казаки от этой новости совсем не расстроились, но быстро поняли, что вести хозяйство без женщин не так-то просто, и решили вернуть своих взбунтовавшихся возлюбленных. Легко тому живется, кто шуткой забавляется, эпей, похода пьется, гуляй, пока гуляется. Музыка Евгения Птичкина как нельзя лучше передает атмосферу казачьей деревни и раскрывает характер героев. В каждой паре посвящен отдельный номер, передающий всю суть их отношений. Хорошие шутки, яркие костюмы, талантливая музыка и актерское мастерство сделали этот вечер по-настоящему праздничным. 16 июня Луганский театр на Оборонной показывает в Рязани рок-оперу «Распятая юность» о деятельности молодежной организации «Молодая гвардия». Эту историю никто не воспринимает как Луганска, именно, вернее, Донбасска, как на Краснодоне. Вот она тема уникальна. А жанр, который выбран был, ну это, знаете, такой момент, когда мы пытаемся все-таки привлечь более молодого зрителя, и сбить с него клише, что театр – это всегда скучно, тем более драма, трагедия, опять о Великой Отечественной войне. Они заходят, и через несколько минут они погружаются в историю, абсолютно понятную им и абсолютно доступную им. Тема «Молодой гвардии» очень важная для Донбасса. И у нас, мы действительно, у нас главный режиссер Анатолий Николаевич Яворский поставил ретро-коперу. Ну, я рассказывать не буду впечатления, вы сам, если будет возможность, сможете побывать, посмотреть. Ну, я думаю, что достойно. А практически очень часто театры Донбасса, они всегда к теме «Молодой гвардии» возвращались. В Рязани настоящее нашествие динозавров. В торговом центре «М5Мол» – интерактивная выставка для всей семьи, где интересно будет и взрослым, и подросткам, и малышам. В огромном зале представлены движущиеся фигуры динозавров. Они реагируют на движение и сами начинают двигаться и рычать. Внушительные размеры и реалистичность впечатлят даже взрослого. А дети и вовсе в восторге. Мне понравился, если честно, Трицераптор. Понравилось то, что там динозавр был очень страшный, и он двигался так страшно. О, зубы какие большие! Понравились динозавры. А что в них такого особенного? Они выглядят из костей. Мне нравится здесь все. Я увидел много разных динозавров. Еще я увидел мобильный планетарий и экскурсию про жизнь динозавров. А что понравилось? Мне понравился динозавр апатозавру. Своим массивным весом и своей длиной шеей. Всем рекомендую. О каждом динозавре здесь размещена информация. Кто такой, чем питался, когда обитал. Познавательная видеоэкскурсия расскажет больше об этих древних ящерах, которые населяли Землю за много миллионов лет до нас. И которые до сих пор тревожат пытливые умы исследователей и являются настоящей тайной планеты. О других тайнах планеты расскажут посетителям в планетарии. Эта часть выставки впечатляет детей не меньше, чем огромные движущиеся фигуры. Мне понравилось то, что там рассказывали о ядре, а я все время мечтал узнать, что в центре нашей Земли. На территории выставки есть чем заняться всем. Для самых активных – интерактивный пол, видеоигра, для ребят с подливым умом – палеонтологические раскопки, где в песке можно откопать кости, динозавры и многое другое. Любителям головоломок подготовили тематический пазл. А творческим личностям – рисование. Ну и где еще можно прокатиться верхом на динозавре? Здесь так классно, мне кажется, я еще раз сюда приду. Остается добавить, что фото и видеосъемка на территории выставки бесплатно. Время посещения не ограничено. Работает выставка каждый день в торгово-развлекательном центре М5 Мол. С 11 часов утра до 8 часов вечера. Выходной – понедельник. Не пропустите возможность познакомиться с огромными динозаврами прямо в Рязани. В Рязанский кукольный театр вернулся демон. Спектакль под таким названием уже ставили на этой сцене, однако его переосмыслили, и теперь он предстал перед зрителем с новыми посылами. В дни премьер поговорили с режиссером. Этот спектакль – сценическая версия восточной поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова «Демон», в которой в особой символико-философской форме ведется поэтически совершенный разговор о судьбе. О судьбе мятежного падшего ангела, о природе и диалектике добра и зла. Спектакль выстроен на противопоставлениях и контрастах света и тьмы, живого и неодушевленного. К сожалению, очень редко ставится, он немножко забыт и обделен, потому что поэтический его ключ, его трепет и боль, одиночество, которое его всю жизнь сопровождало, очень сложно на сцене не только воплотить, а в принципе не всякие артисты способны это передать. То, что в Рязанском театре кукол есть замечательные артисты, которые не просто способны, они чувствуют и понимают материал так глубоко и так интересно, что я понимаю, что это еще и роль на вырост. Спектакль продолжает традицию постановок для взрослых зрителей, традицию обращения к русской классике и поэтическому театру. Чем дольше живешь, тем больше понимаешь, что классика – это то, что должно быть, наверное, основным и закладываться не только в школьной программе, но вообще, в принципе, возвращаться к классике, всегда перечитывая ее, очень полезно. Ну, есть научные доказательства тому, да, что когда классику перечитывают люди, что они развиваются, и ум развивают, и воображение развивают и так далее. Поэтому выбор в пользу классики, я считаю, что это выбор нашего времени сейчас должен быть основным. Помимо спроса на классику, есть еще и какое-то совпадение, наверное, моей любви большой к поэзии и желание передать все, что я знаю поэтического тем актерам, которые в спектакле заняты, и вообще, в принципе, актерам театра. И, наверное, не случайно то, что мы предварительно встречались, общались вообще, как строится стих, как это должно быть, и как донести в строке, донести всю красоту мысли, которая за этим стоит. В этом спектакле много нового в сравнении с той постановкой, которая уже когда-то была на сцене кукольного. Я отношусь к категории режиссеров, которые не любят просто переносить рисунок, уже готовый, который ставился на других артистов, и просто делать под копирку. Все равно я отталкиваюсь от тех индивидуальностей, которые есть в театре. Есть основа, материал, есть артист, которого я хочу ввести на роль, и есть, собственно говоря, его индивидуальность, которую мне хочется как раз раскрыть. И то, что в этом спектакле у нас появились два молодых артиста, которые, на мой взгляд, на данном этапе прекрасно справились со своей задачей. В техническом плане тоже немало всего поменялось. Новый экран, жидкий лед, создающий эффектное задымление, да и у самого демона выросли новые крылья. Посмотреть спектакль теперь можно будет в новом театральном сезоне уже осенью. На этом у меня все. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова